Действительно, эта проблема, в общем, довольно актуальная, и постепенно количество ВПЧ-ассоцированных раков вообще, в принципе, растет, и сейчас уже больше 5% составляет в популяции, и для разных локализаций заболеваемость только продолжает увеличиваться. Вообще, в принципе, на сегодняшний день, если мы посмотрим на патогенетическую классификацию плоскоклеточных карцином разных локализаций, то они делятся на две неравные группы, это вирус неассоциированный или конвенциональный карциномы и вирус ассоциированный карциномы. Более того, уже для женского полового тракта факт ассоциации с вирусом является одним из классификационных критериев для того, чтобы нозологически наименовать новообразование. Но тут немножко нужно обратиться к эмбриологии, потому что вирус имеет сродство к определенным локациям, и если мы посмотрим, то наибольшая частота HPV, ассоциированных к карцином, встречается именно в переходных зонах, там, где эктодерма встречается с энтодермой, и вообще вот эти зоны трансформации или переходной зоны являются локус минорис резистенцию или слабыми местами, и это определяется в том числе биологией вируса и способностью к его репликации. Но если мы пойдем сверху вниз, то стоит начать, конечно, с опухоли головы и шеи, где также все карциномы делятся на эти две неравные группы. Если говорить о вирус-ассоциированных, то помимо HPV-позитивного плоскоклеточного рака, который имеет сродство к орофарингеальной зоне и частота которых там наибольшая, есть еще каноническая форма вируса, ассоциированный к карциному, это Эпштейн-барвирус ассоциированный, назофарингеальный рак, который также имеет определенную эндемичную встречаемость и ассоциирован с рядом других факторов. Но если мы будем говорить о плоскоклеточном раке орофарингеальной зоны, то, конечно, невольно хочется его сравнивать с конвенциональными карциномами. И почему вообще такая группа была выделена последние годы? Потому что в развитых странах доля HPV-позитивных карцином на сегодняшний день для органов головы и шеи достигает в некоторых странах 70%. И, как правило, это мужчины в 3-4 раза чаще, чем женщины. И, как правило, это относительно молодые мужчины. То есть по сравнению с средним возрастом HPV-негативного конвенционального плоскоклеточного рака, который составляет 60-70 лет, это на 10-20 лет люди гораздо более молодые. И здесь, конечно, совершенно разные прекурсоры и разные факторы риска. Потому что обычный орофарингеальный рак он ассоциирован с курением, употреблением алкоголя и малосоциальным образом жизни, в то время как HPV-позитивные карциномы, вне зависимости от локализации, в первую очередь ассоциированы с сексуальным поведением, в дальнейшем с различными причинами, которые характеризуются персистенцией воспалительных агентов и длительного воспалительного ответа. Что касается презентации, то, собственно, интерес, почему эта зона привлекает, потому что редко опухоль манифестирует с первичного эффекта, то есть редко обнаруживаются изменения, собственно, в миндалинах. Это нёбный миндалин или язычная миндалина. Чаще всего первичной презентацией становятся изменённые лимфатические узлы 2-3 уровня лимфоузлов группы шеи. И нередко это именно кистозные образования, которые могут быть клинически расценены как боковые кисты шеи и некоторое время наблюдаться, прежде чем выполняется исследование для верификации процесса. Предполагаемый источник HPV-ассоциированных к арциномам – это крипты миндалин. Там располагаются так называемые специализированные эпители. Вы можете посмотреть на левую микрофотографию. Это, собственно, пример HPV-позитивного рака урофарингеальной зоны. Мы видим, что это опухоль базолоидная, которая не имеет выраженной стратификации, не имеет завершённого созревания в виде ороговения. И, как правило, ороговение не характерно для вирус, ассоциированных к арциномам. И они напоминают, собственно, и по своей архитектуре, и по цитологии эпителий крипт-миндалины. И на сегодняшний день не существует понятия карцинома ин-ситу для крипт-миндалин, потому что они ассоциированы на момент диагностики, эти изменения, уже с наличием региональных лимфатических узлов, поражённых опухолью. И связано это с тем, что в миндалинах имеется специализированный так называемый лимфоэпителий, который обладает перфорированной базальной мембраной, что необходимо для проникновения лимфоцитов в эпителий для иммунизации, реализации локального иммунитета. И это же облегчает, собственно, проникновение опухолей и раннюю её лимфогенную диссиминацию. И вы видите, выраженная лимфоидная инфильтрация стромы характерна также для HPV-позитивных раков. Это имеет, на самом деле, такой бинарный механизм. С одной стороны, инфицированные вирусом эпителиальные клетки демонстрируют неоантигены чужеродные, которые распознаются иммунной системой, и она приходит на борьбу с этой карциномой и довольно эффективно может её сдерживать продолжительное время. А с другой стороны, для того, чтобы опухоль могла реализовать свой инвазивный потенциал, ей необходимо подготовить почву, и ей необходим вот этот вот воспалительный ответ в локальной строме для того, чтобы, собственно, приобрести способность к инвазии. Это здорово отличается от конвенциональных плоскоклеточных карцином. Она представлена на микрофотографии справа. Это, как правило, опухоли, которые имеют завершённое роговение и довольно высокий уровень зрелости. Вот, собственно, чем ещё осложняется первичная диагностика орофарингеальных карцином. То, что, как правило, поверхностный покровный эпителий может быть неизменён, и поверхностный биоптат и миндалин могут не иметь диагностической значимости даже при наличии карциномы, собственно, в миндалине, которая, как правило, расположена глубже и может не попадать в биоптат. Что касается репликации вируса, то это, в общем, определяет его сродство или его любовь к многослойным плоским эпителиям. Вирус представляет собой двухцепочечную безоболочечную ДНК, которая встраивается в геном базальных керотиноцитов, и экспрессия вирусных белков способствует пролиферации, и элиминация вируса осуществляется по мере созревания керотиноцитов, которые подвергаются инвазии. И при этом мы видим, что есть ряд вирусных белков, которые так или иначе взаимодействуют с регуляторами клеточного цикла. И один из них – это белок Е6, который связывает белок П53 и выводит его фактически из его функционирования, что является одним из механизмов, который способствует вступлению клетки в клеточный цикл, вне зависимости от того, имеются ли повреждения ДНК, в том числе вызванные вирусом или нет. Это, собственно, определяет опухолевую трансформацию. И другой белок Е7, который нас в большей степени интересует с точки зрения морфологической детекции вируса, он связывается с белком ретинобластомы, который также является регулятором клеточного цикла и осуществляет это путем негативной регуляции белка П53, одного из компонентов циклинозависимых киназ. И вот это отсутствие негативной регуляции экспрессии П16 приводит к тому, что этот белок накапливается в клетках, инфицированных вирусом, и мы можем его детектировать, в том числе при помощи иммуногистохимии. На сегодняшний день это эффективный суррогатный метод выявления ассоциации с HPV-инфекцией. Но здесь нужно оговориться, что это не просто качественная реакция, это качественно-количественная реакция на сегодняшний день. Для того, чтобы расценить ее как позитивную, мы должны иметь интенсивное ядерно-цитоплазматическое окрашивание. Более чем в 70% опухолевых клеток, если мы говорим об опухолях головы и шеи. Если мы будем говорить о других локализациях, там правило несколько ближе к тому, что нам известно для шейки матки, особенно если мы говорим о прекурсорах, но мы коснемся этого несколько позднее. Ну и мы постепенно, в общем, спустимся ниже. Если говорить о плоскоклеточных карциномах пениса, то это также две большие группы, которые разнятся в зависимости от ассоциации с вирусом. Но здесь мы видим группировку по гистологическим вариантам карцином в зависимости от ассоциации или ее отсутствия. Так, как и для опухоли головы и шеи, отсутствие ассоциации с HPV характеризуется конвенциональным плоскоклеточным фенотипом. То есть это, как правило, роговевающие, высоко дифференцированные карциномы. И видите, карциномы, которые имеют псевдогиперпластическую или вирукозную морфологию, то есть характеризуются терминальным созреванием, что, собственно, не характерно для вирус-инфицированных раков. И саркоматоидные карциномы также, как правило, не ассоциированы с HPV, потому что патогенез их развития отличается. Это, как правило, очень большое количество мутаций, что может быть ассоциировано либо с курением, либо с тяжелым ультрафиолетовым повреждением, но не ассоциировано с вирусными поражениями. Для вирусов, вирус ассоциированных к карциномам ЧНа, так же, как и для орофарингеальной зоны, характерна базолоидная морфология, отсутствие терминального созревания. И есть вариант, который характеризуется бородавчатой морфологией или смешанными вариантами. Собственно, как это выглядит? Мы видим, что опухоль формирует довольно крупные гнезда и географические участки, которые могут иметь центральные участки некроза. И клетки имеют примерно одинаковый размер в разных отделах пласта, отсутствует стратификация. И клетки все по форме так или иначе напоминают по своим чертам базолоидные. Или клетки базальных отделов многослойного плоского эпителия. Степень полиморфизма может разниться существенно, но, как правило, она не очень высока. Что касается бородавчатых карцином, то они также характеризуются очень выраженными цитологическими изменениями, которые характеризуются наличием вирусного поражения ядра. Это так называемый кайлоцитоз. То есть, когда мы видим перинуклеарное просветление в клетках многослойного плоского эпителия, конволютивное изменение ядра, когда оно сморщивается и может напоминать изюм или выжатое полотенце. И вот эти изменения характерны очень вообще, в принципе, для вирусных поражений, вне зависимости от степени их зрелости. Что касается детекции ассоциации с вирусом, то здесь несколько меньше данных, чем для орофарингеальной зоны, но, тем не менее, на сегодняшний день, как мы уже говорили, P16 является эффективным суррогатом, но у него есть ряд объективных ограничений, потому что потеря функции РБИ, вызванная другими причинами, как структурными или генетическими в виде мутации и потери этого гена, так и эпигенетическими, может приводить к вирусу. Это может приводить к накоплению белка P16 даже при отсутствии вирусных белков. То есть он не является прямым индикатором инвазии вируса. Это существенное его ограничение, поэтому в ряде случаев, если мы не видим необходимого уровня интенсивности окраски или необходимой доли позитивных клеток, рекомендуется выполнять другие подтверждающие методы в виде СИШ-РНК или СИШ-ДНК для выявления соответствующих нуклеиновых кислот вируса, чтобы подтвердить его наличие. Но, тем не менее, если мы посмотрим, вот есть работы, которые говорят о том, что вне зависимости от того, каким методом мы детектируем вирус, вообще вирус позитивный, карциномы отличаются несколько более благоприятным прогнозом. Это уже довольно очевидно показано для орофарингеальной зоны. Есть такие данные и для анногенитальных карцином, ассоциированных с вирусом. Но, тем не менее, даже П-16 гиперэкспрессирующие карциномы имеют лучший прогноз, чем конвенциональные П-16 негативные карциномы. Поэтому в этом отношении, конечно, с точки зрения определения группы прогноза нет смысла, видимо, заниматься более прецизионным и более сложным тестированием. П-16 с точки зрения определения прогностической принадлежности к карциномам может быть достаточно эффективным. Если мы посмотрим на перекурсоры, то они, в принципе, общие и для полового члена, и для анногенитальной области. И существует масса подходов с точки зрения терминологии и наименования этих изменений. И есть попытки по унификации для того, чтобы избежать недопонимания между клиницистами и патологами, о чём идёт речь и для того, чтобы понять, мы имеем дело с образованием низкого риска или с образованием высокого риска. Отдельно стоят кандиломатозные изменения или так называемые генитальные бородавки, которые имеют дисплазию интерпетелиальную низкой степени или интерпетелиальное поражение низкой степени. Характеризуются, как правило, инфекцией с сиротипами HPV с низким риском. Это 6-й и 11-й типы. Возможно, наличие плоской дисплазии также при минимальных изменениях, что аналогично цервикальной интерпетелиальной нооплазии первой степени, это также, как правило, ассоциация с HPV-вирусами низкого риска. Но при наличии умеренной дисплазии, тяжелой дисплазии, карцинома ин-ситу, это эквивалент тяжелой интерпетелиальной дисплазии и, как правило, отражает наличие инфекции вирусами, сиротипами высокого риска, как правило, 16-го или 18-го типа. И есть вот ряд терминологических нюансов, когда у нас есть карцинома ин-ситу, с одной стороны, и болезнь Бавена, которая по определению тоже является карциномой ин-ситу. И, по большому счету, эти термины должны использоваться в зависимости от того, в какой локации или в каком типе эпителия мы находимся. Карцинома ин-ситу используется для слизистых оболочек и для специализированных эпителий. То есть, если мы будем говорить про анальный канал, то это, собственно, анальный канал, а болезнь Бавена это все-таки интерпетеляльная карцинома кожи. И она должна, этот термин должен быть использован только если речь идет о карциноме перианальной кожи. Вообще, что касается анального канала, то на сегодняшний день порядка 90% этих карцином ассоциированы с вирусом папиллома человека. При отсутствии иммунодефицита чаще заболевают женщины. У пациентов, которые имеют различные факторы снижения иммунитета, чаще преобладают среди заболевших мужчины. И, как и, собственно, для генитальной области, для анальной области характерна коинфекция одновременно несколькими серотипами вируса папиллома человека, как низкого риска, так и высокого риска. И присоединение в эту компанию вирусов высокого риска, конечно, ассоциировано с гораздо большим риском прогрессии и развития инвазивных карцином. При том, что большинство вирусов у многих людей элиминируется в течение довольно короткого промежутка времени, так как, так или иначе, подавляющее большинство людей столкнется с этим вирусом в течение жизни, но по данным популяционных исследований вирусы элиминируются у здоровых иммунокомпетентных пациентов или людей в течение одного года. Несколько дольше элиминируются вирусы высокого риска, такие как 16-й тип, это порядка 12 месяцев. Вирусы низкого риска элиминируются быстрее. И с учетом биологии карциномы и необходимости для прогрессии и перехода в инвазивные формы локального либо системного иммунодефицита, нужно, конечно, большое внимание уделять факторам риска, потому что иммунодефицит может быть не только связан с ВИЧ-инфекцией и у ВИЧ-инфицированных частота вирус ассоциированных к карцином выше, чем у иммунокомпетентных пациентов, но это могут быть другие причины иммунодефицита, не связанные с вирусом, связанные с приемом препаратов. Безусловно, половое поведение имеет большое влияние и чем выше количество половых партнеров, тем выше риск получить высокоагрессивные серотипы вируса и, собственно, развить прекурсоры и инвазивные карциномы, ассоциированные с инфекционными агентами, а также факторы, которые влияют на локальный иммунитет, также могут быть способствующими локальной прогрессии. Но если суммировать, то, в принципе, HPV-ассоциированы плоскоклеточные карциномы вне зависимости от локализации, как правило, характеризуются отсутствием завершенного созревания в виде ороговения. Это не константа какая-то, это не исключение, то есть, возможно, наличие фокального ороговения или незавершенного, но, тем не менее, гораздо чаще вирусы, ассоциированные к карциномы такого состояния не достигают, имеют базолоидные черты и характеризуются выраженной лимфоидной инфильтрацией стромы, что может быть связано как с тем, что они развиваются в локациях, богатых лимфоидной тканью, так и с тем, что для прогрессии необходима модификация локального микроокружения с привлечением элементов воспаления, на сегодняшний день для HPV-ассоциированных к карциномам не применяется система градирования, потому что они морфологически имеют черты низкодифференцированных раков, но при этом, как правило, отличаются более благоприятным течением, чем конвенциональные плоскоклеточные раки, хотя, конечно, детальный прогноз зависит от локализации и сопутствующих факторов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok